итак друзья привет мы продолжаем с вами обсуждать ролик о шести правилах взаимодействия с собакой для тех кто его видел я сейчас вкратце все напомню для тех кто не видел все ссылки в описании есть обязательно посмотрите там достаточно много на самом деле полезной информации вот для тех кто видел кратенько быстренько пробежимся первое о чем всегда стоит помнить при взаимодействии с собакой это постоянство последовательность и постепенность во взаимодействии второй пункт предполагающий важность в обучении да что любое взаимодействие с собакой это уже обучение не бывает просто прогул 3 что любое обучение и в том числе и дрессировка и обучение собаки это навык а на этом сейчас мы отдельно остановимся проговорим подробнее четвертый пункт это мотивация она превыше всего то есть собака должна хотеть своими взаимодействовать мотивация должна быть достаточно высокой пищевая игровая социальное общение неважно но мотивация пятый пункт предполагает что не стоит очень много вначале уповать на голос да то есть для собаки важнее мимика и жесты и шестой пункт это эмоциональное и физическое состояние то есть если вы чувствуете недомогание или видите что-то не то с вашей собакой лучше тренировку отложить оба должны быть в прекрасном настроении оба должны быть готовы вот это вкратце голопом по европам а теперь подробнее на третьем пункте да то есть мы поговорим с вами о том что десерт к собаки это навык но думаю что здесь большой америке для вас не открыл на самом деле потому что как и любая деятельность да то есть дрессировка собаки деятельность специфическая для тех кто не умеет водить автомобиль это трудно для тех кто умеет дрессировать собаку но не умеет водить автомобиль трудно водить автомобиль когда вы учите кататься на велосипеде ползать по скалам плавать правильно технично или делать что-то еще это все все сложности сложности и это все навыки да то есть и чем больше вы это делаете Чем больше вы этим занимаетесь, тем успешнее вас это получается Потому что это все опыт, это все практика И не стоит отчаиваться, если что-то вы сегодня поделали и у вас не получилось В интернете очень много информации, очень много противоречивой по этому поводу информации Вы всегда ее берете, смотрите, где-то какой-то способ, метод вы подсмотрели, пошли позанимались Многие люди позанимались один, два, три раза, у них не получилось То есть они расстроились и перестали делать, отчаявшись, что и они глупые, собака глупая Но это не так, это не так, потому что вы всегда можете увидеть, что у специалиста с вашей собакой будет получаться легко И это не характеризует качественно каким-то образом вас, как неспособного Говорит только о том, что человек с опытом может сделать это быстрее и лучше Но если в обычных бытовых моментах мы можем себе это позволить Мы можем нанять строителей, можем позвать слесаря, сантехника, который какие-то вещи сделает за нас В случае с собакой так, к сожалению, не получится Собака существо живое и чтобы ее воспитать, нужно все-таки определенные изменения пропустить через себя Измениться самому, да, то есть обрести какой-то определенный навык, да, чтобы научиться взаимодействовать со своей собакой Если мы хотим заказать какую-то услугу, мы можем позвать человека, который нам сделает ремонт, да, человека, который нам починит сантехнику У человека, который нам починит машину, здесь все просто, да, но это сделает какую-то вещь Точно так же вы можете позвать себе кинолога, который научит вашу собаку, да, но если эта собака, как и этот кран, как и эта стена, да, снова сломалась, то вам снова придется вызывать этого человека В случае, если вы хотите сами научиться ремонту или научиться сами сантехнике, то вы можете позвать этого же мастера, но он будет точно так же состоять и вами руководить, да То есть, опять же, это вот, возвращаясь к прошлому моему ролику, да, в котором я рассказывал, как правильно выбрать кинолога Опять же, ссылочка в описании будет, посмотрите, пожалуйста, очень интересно Там я один из критериев проговорил, да, что кого кинолог будет учить Если он будет учить вашу собаку и будет не обращать внимания на вас, то я бы не стал с этим человеком взаимодействовать Только по той простой причине, что эта собака будет работать, когда здесь есть человек Как только собака у вас сломалась, как кран, как и стена, вам снова придется его вызывать, чтобы он снова починил собаку Но вы при этом не научились Если же вы хотите научиться сами заниматься электрикой или сантехникой или стенами, то вы делаете это сами А человек вам со стороны подсказывает здесь то же самое Нужно научиться обладать этим навыком Нужно делать много, нужно пробовать, ошибаться, вставать снова и так далее, и далее, и далее, и далее Вот Много разливать здесь воды не буду, то есть, по существу, это самое главное, да, что обучение это навык И вот на простом примере я вам объяснил, да, с одной стороны, что есть какие-то бытовые вещи, где мы можем вызвать мастера, который нам починит, но это он нам починит Точно так же кинолог придет и починит вам собаку, да Если вы хотите научиться сами, вы вызываете такого же мастера, этот мастер также стоит и подсказывает вам, что вот здесь подкрутил, вот тут починил, вот тут помашь, вот тут сделай Тогда вы учитесь делать это сами, и то одну конкретную розетку или один конкретный кран, а вариаций, как вы сами понимаете, могут быть сотни Вот, это первый момент И второй момент в этой же теме, он достаточно важен, но это вообще каждому может быть достаточно полезная задачка Я сейчас не помню, в какой книге я это читал, но в какой-то это было, да, где предлагалось выписать все навыки, да, которыми вы обладаете сами вот сейчас в своей жизни, да Причем, допустим, ну, вставить микрофон в ухо, да, или надеть футболку или почистить зубы, это тоже навык То есть представьте себе на уровне, да, там, одно, однонедельного малыша, да, который ничего не умеет И впоследствии хождение это тоже, да, навык, вы учите всему-всему Вот сколько таких навыков у вас наберется Ради интереса даже возьмите и сделайте это, да, для себя А потом, потом попробуйте напротив каждого навыка, ну, написать или представить, в каком возрасте вы этому навыку научились Так вот, то есть цифры сдаваться не будем, но отвечаю, что две трети этих навыков, если не четыре пятых, да, из тех, которые у вас есть Вы, ну, наверняка овладели ими, скорее всего, где-нибудь в возрасте до 20 лет А вот потом, как правило, такие навыки уже не поступают в организм Мало чему учиться или не учиться, ничему вовсе, а стало быть, обучать собаку становится уже потом совсем трудно То есть, ну, не совсем корректно сформулировал, но мысль такова, да, что мы не хотим учиться Мы не хотим учиться каким-то новым вещам, я не знаю почему Прогресс это какой-то или антипрогресс или еще что-то, ну, людям очень сложно И именно поэтому затыки в основном с собакой-то и случаются Никакой кинолог вам не сможет в этом плане помочь, если вы не придете к той мысли, что обучение, обучение, да Это именно навык, который нужно повышать, нужно развивать его в себе и повышать, да Поэтому вот можете провести эксперимент с навыками и подумать, чему вы научились за свою жизнь И когда вы научились основному, а чему вы смогли научиться уже сейчас То же самое с собакой, да, то есть, во-первых, это навык, который нужно повысить и сейчас повысить, а не потом и не вчера А во-вторых, то же самое и происходит у собаки, да, в голове Вы учите в первый год какие-то навыки, а потом всю жизнь пользуетесь уже выученными Но если вы можете еще в течение жизни какие-то новые собаки навыки давать и разучивать То будет всегда веселее и интереснее Вот Резюмируя вышесказанное, еще раз вернемся к тому, с чего начали, да Что обучение собаки это навык Сложный навык, нельзя просто взять и позвать человека, который научит вам собаку Если вы хотите, чтобы вы смогли с этой собакой взаимодействовать всю жизнь То этот человек стоит в сторонке, смотрит на вас, смотрит на вашу собаку и подсказывает, как вам лучше найти общий язык Тогда все у вас будет здорово Не стойте на месте, развивайтесь, учитесь, пробуйте и все у вас с вашей собакой получится Не сегодня, так через месяц, не через месяц, так через год Я желаю вам успехов и до новых встреч Пока-пока